Груз весом в 3 единицы, висит на плече рычага в 4 единицы и уравновешивается таким же грузом на таком же плече. Но грузы не обязательно должны быть равными. Если взять вдвое больший груз в 6 единиц, его надо будет подвесить на вдвое меньшее плечо в 2 единицы. Теперь уменьшим груз до 2 единиц, тогда плечо надо будет увеличить до 6 единиц. Произведение груза на его плечо каждый раз оставалось тем же самым. 3х4 это 12, 6х2 и 2х6 это тоже 12. Произведение веса груза на его плечо называется вращающим моментом. Закон равновесия рычага можно сформулировать теперь следующим образом. Чтобы два груза были уравновешены на двух плечах рычага, они должны создавать равные вращающие моменты. Решим следующую задачу. Груз весом 10 единиц висит на плече длиной в 2 единицы. Спрашивается, какой груз надо подвесить с другой стороны на плечо в 5 единиц, чтобы уравновесить рычаг. Найдем вращающий момент, который создает первый груз. Для этого надо вес груза умножить на его плечо. 10 умножить на 2 будет 20. Для равновесия второй груз тоже должен создавать момент в 20 единиц. Его плечо равно 5 единицам. Чтобы найти вес груза надо момент разделить на плечо. 20 делить на 5 будет 4. Вес груза равен 4 единицам и задача решена. И опять вы видите перед собой уравновешенный рычаг. Груз весом в 6 единиц висит на плече длиной в 4 единицы и создает момент в 24 единицы. Но уравновешивающий момент в 24 единицы не обязательно создавать одним грузом. Например, мы возьмем груз в 2 единицы и подвесим его на плечо в 6 единиц. Этот груз создает момент в 12 единиц и еще 12 единиц момента не хватает. Создадим их с помощью груза 4 единицы. Его надо подвесить на плечо в 3 единицы. Вы видите, что рычаг снова уравновесился. Теперь мы можем сформулировать правила моментов еще одним способом. Для равновесия рычага нужно, чтобы сумма моментов вращающих рычаг против часовой стрелки была равна сумме моментов вращающих рычаг по часовой стрелке. Используя правила моментов, решим следующую задачу. На рычаге висят грузы в 7, 3, 5 и 4 единицы, как показано на рисунке. Спрашивается, какой вес должен иметь пятый груз, висящий на правом конце рычага, чтобы рычаг пребывал в равновесии. Чтобы решить эту задачу, сначала посчитаем моменты, действующие против часовой стрелки. Груз в 7 единиц висит на плече в 6 единиц. Поэтому он создает вращающий момент в 7, 6, 42 единицы. В эту же сторону действует груз в 3 единицы. Он висит на плече в 3 единицы и создает вращающий момент в 3, 3, 9 единиц. 42 до 9 будет 51. Теперь посчитаем моменты, действующие по часовой стрелке. Груз в 5 единиц висит на плече в 3 единицы. Его момент равен 5, 3, 15. Груз в 4 единицы висит на плече в 5 единиц. Его момент равен 4, 5, 20. 15 до 20 будет 35. Против часовой стрелки действует момент в 51 единицу, а по часовой стрелке только 35 единиц. Для равновесия нужно к 35 единицам добавить еще 16 единиц. Концевой груз, вес которого надо найти, висит на плече в 8 единиц. Чтобы найти его вес, надо момент в 16 единиц разделить на плечо в 8 единиц. 16 делить на 8 будет 2. Вес концевого груза равен 2 и задача решена. Устройство, которое вы видите перед собой, называется весы с бегунком или безмен. На одной стороне рычага висит чаша для взвешиваемых предметов. Ее плечо мы примем за единицу измерения длины. По другой стороне может перемещаться бегунок, к которому прикреплен груз. Вес этого груза вместе с бегунком мы примем за единицу измерения веса. Сейчас чаша весов пуста и рычаг уравновешен. Положение бегунка, при котором рычаг находится в равновесии, отмечено цифрой 0. Теперь возьмем груз единичного веса и положим его на чашу весов. Слева на рычаг действует избыточный момент, направленный против часовой стрелки. Вес добавленного груза равен единице, его плечо равно единице, так что избыточный момент тоже равен единице. Чтобы уравновесить весы, нам нужно момент с правой стороны также увеличить на единицу. Менять груз на бегунке мы не можем, зато мы можем сдвигать сам бегунок. Сдвинем его вправо на единичное расстояние. Плечо увеличится на единицу, так что на единицу увеличится и вращающий момент. И весы придут в равновесии. Если мы положим на чашу еще один единичный груз, плечо придется увеличить еще на единицу. А теперь взвесим на этих весах какой-нибудь груз. Возьмем вот эту катушку для ниток, положим на чашу. Ну и надо отодвигать бегунок, пока весы не придут в равновесии. Еще чуть-чуть, еще немножко. Весы уравновесились. И это означает, что катушка весит ровно 3 единицы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok